всем привет как и обещал записываю бродилку по старому городу в стамбуле вот можно с гранатов начать скоро поспеет мне кажется вот очень уютно в старом городе пусто обратить внимание на кладку это римский стиль называется павлиний хвост я не утверждаю что это именно прям римская кладка но так римляне складывали всегда и истамбул он всегда отличался большим количеством котиков то есть вон там кошки тут вообще везде с чем связано но вы знаете да что мусульмане не очень любят списанием не очень любят собак вообще по корану собак дома держать нельзя это запрещено вот поэтому они больше любят котиков это вот у нас такой отельчик тут кстати все отельчики прям такие уютные домашние это у нас отельщик байкер friendly называется angels home это конечно отсылка к ангелам ада да есть такой клуб самый старый в мире тут у нас цветочки отель называется романтик так вот я сейчас буду ходить и вам рассказывать про свои впечатления приключения значит я был в турции проезда много раз на море никогда тут не был вообще потому что наслышан о том что там все обманщики аферисты постоянно пытается что-то урвать всех облапошить что-то продать затягивают в магазины и никогда не хотел вообще побывать на морских курортах турции в принципе думал о том что нужно будет как-нибудь заехать поездить по историческим местам потому что турция эта страна где римская империя просуществовала еще тысячу лет после ее падения после падения западной римской империи да и поэтому как следствие здесь римских построек в 10 раз больше чем в самой италии то есть их тут очень очень много а вот по историческим местам я планирую все еще приехать но это от прилетать минимум на месяц а лучше на два как я люблю не спеша до чтобы все проехать везде все посмотреть и это лучше делать зимой сейчас туристов мало но зимой их вообще не будет совсем совершенно так вот до этого я был только проездом в турции с пересадкой из азии в европу или наоборот два-три дня тут просто сидел день в кафешках работал гулял ехал дальше сейчас захотелось поехать куда-нибудь из питера был в питере на съемках ну и кроме турции в основном то все закрыто больше особенно некуда поэтому приехал и оказалось что здесь прям уютненько именно вот сидеть работать гулять по кафешкам сидеть довольно уютно решил остаться на подольше обратно билеты никогда не покупаю и изгонял в деревне сейчас расскажу вам отдельно и там деревнях даже немножко поснимал в конце прикручу пару видосиков коротеньких из деревень вот у нас тут прямо такие вот старинные постройки заброшенные кусочками так вот здесь старом городе турки именно такие как гласят русские народные курортные легенды то есть они пристают лезут затягивают прям за руки хватает свои кафешки меня тут уже никто не трогает то что я уже им глаз замылил они уже знают что меня бесполезно затягивать я не пойду вот вообще ведут себя довольно навязчиво и таксисты тоже сразу оправдали свое звание таксистов как и во всех странах таксисты особенно аэропортные это сплошные фирюги я прям сразу первый день по прилету вызывал полицию потому что назвали сумму одну когда приехали сказали другую несмотря на счетчик но я никогда не обламываюсь сразу прям забираю вещи иду в полицию или вызываю полицию тут же все вопросы решаются в турции насколько я понял по этому опыту в первый день таксисты боятся тоже полицейских как только приехала полиция но я даже не вызывал я как я стал говорить что пойдемте в полицию разберемся мне не жалко денег мне неприятно когда меня обманывают вот пойдемте разберемся в полицию тут же из угла выехал выехал машина с полицейскими я их остановил они поговорили полминуты с таксистом и такси сказал да да извините что-то я не то видимо привиделись мне какие-то другие нолики дополнительные все нормально давай мне 170 лир а просил 500 а на счетчике было 170 вот и уехал как бы такая ситуация так вот поехал я в деревне и там оказались совершенно другие люди ну как я ожидал то есть совсем другие вообще категорически сейчас расскажу вот смотрите тоже римская церковь вот такие купола вообще впервые в жизни на планете земля построили именно римляне я не помню фамилию инженера сейчас я отойду покажу вам вот если погуглить то вы сразу найдете как звали инженера римского который впервые построил вот этот купол которым украшены здесь все или заброшенные здания или мечети вот еще пожалуйста какое происхождение у этого здания это было православная церковь византийская ну или римская да я буду для упрощения называть их римлянами потому что они по сути римляне и их соседи все и в том числе славяне их называли ромеями ну то есть римлянами и они считали что они живут в римской империи они себя византийцами не называли вот вот у нас кусочек крепости я однажды пошел вдоль очень долго шел она все не заканчивается не заканчивается загуглил а крепость это оказывается длиной 22 километра поэтому вокруг обойти надо пару дней гулять не спеша если конечно же это участок реставрированный когда турки захватывали константинополь они очень сильно раздолбили все пушками крепость была в 2 ряда это внутренний ряд еще был наружный ряд он тоже кое-где остался получается он еще больше на несколько километров до по длине а вот это вот здание я хотел про него рассказать это православный храм с куполом в римском стиле все полностью построено когда турки захватили византию и константинополь они просто пристроили вот эти вот минареты к ним и и собственно так получились их мечети вообще мечети даже после этого после того как захватили византию стали строить именно в стиле римских православных византийских церквей если вы погуглите первые мечети они выглядели немножко не так она больше похоже на простой двух трехэтажный дом там архитектура совершенно другая была вот смотрите этот внутренняя стена да а здесь вот кусок сохранился внешне стены то есть было две стены и в принципе турки с 11 века пытались захватить константинополь и разрушить византию разорить у них это отчасти получалось но две стены взять довольно сложно смогли это сделать уже в 15 веке если ничего не путаю я по датам не буду вам поднимать информацию можете сами посмотреть в википедии вот почему смогли потому что в результате экономического упадка очень серьезного византия и константинополь просто без люди ли защитников во время штурма в церкви в крепости было всего 7000 человек для такой огромной крепости это очень 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 мало людей а крепость опасные стены были построены в пятом веке нашей эры то есть именно как раз римлянами да но естественно после этого много раз перестраивались но вот основание строительства это пятый век здесь у нас купели где они омываются совершают омовение мусульмане перед молитвой вот и тут у нас церковь святой которые пристроили минареты и она стала вдруг мечетью это тоже у нас пятый век вот сейчас обойдем с другой стороны посмотрим довольно монументальное сооружение очень серьезная прям масштабное такое и немножко прогуляемся по территории вот у нас тут турецкие бани это 16 век но кстати тоже надо отдать должное турки очень гордятся своими банями но мы все понимаем прекрасно откуда не взяли эту традицию что это на сто процентов римская традиция то есть бани конечно же римские римляне научили принимать бани вообще культуре омовений постоянных пальца пар парова и все остальное они научили всех средней азии в том числе конечно же турки все свои банные премудрости приняли у римлян если бы не римляне скорее всего никаких бы турецких бань конечно не было бы чем интересно что с одной стороны это 1556 год вот я вижу то есть это историческое наследие с другой стороны это все частное заведение здесь до сих пор можно мыться но это что-то типа спа можно записаться оплатить и значит совершить тут омовение в так называемой турецкой бане которая на самом деле конечно же не совсем турецкая я общался с несколькими людьми которые говорили на английском имели высшее образование очень интересная там видео из деревни буду об этом тоже упоминать что по версии официальной версии сми по школьной версии значит никакого захвата константинополя не было никакого падения никакой резни ничего не происходило турки просто прискакали на лошадях и говорят римскому императору слушай а давай будем жить вместе все тут он говорит а давайте и турки очень мирно поселились и они стали жить все вместе турки приняли религии местные все но смысле что не стали искоренять уничтожать то есть разрешили молиться православным по православному значит иудеям там по уидейски и все все остальное но вы можете загуглить даже на ю тубе наберите падение стамбула например падение константинополя или падение византийской империи несколько веков они воевали с переменным успехом и когда византийской империи совсем уже истощилась я захватили результате длительной осады раздолбили пушками крепостные стены и город отдали на разграбление войскам что это означает это означает что в городе всех просто вырезали потому что никто свое добро не будет отдавать то есть мужчин всех убили женщин детей продали в рабство опять же по поводу того что турки очень демократично отнеслись ко всем религиям и всем разрешили дальше молиться окей почему тогда к православным церквям пристроили минарет и сделали их мечетями если они так нейтрально к этому и хорошо отнеслись да куда делись христиане которые молились в этих во всех церквях куда их убили то есть даже вот начале которая показывал вам мечеть маленькая переделаны с православного храма там молились христиане которые почему-то куда-то делись вот они умерли то есть немножко конечно любят искажать но это везде есть мире и в россии тоже такая проблема присутствует мы тоже сибирь принципе присоединили совершенно мирно бескровно и они даже сами захотели с нами жить вы наверное об этом слышали так вот про мой вояж по деревням и про деревенских турков про их менталитет ну конечно я за там пару недель не мог изучить прям менталитет но то что как мне это показалось да и давайте начнем с того что такое турки вообще вообще турецкий язык он принадлежит к алтайской группе то есть они изначально настоящие какие-то прото турки они откуда оттуда на самом деле турки это союз огромного количества племен то есть здесь и туркмены и узбеки и таджики и армяне и греки греков кстати очень очень много процентном соотношении и курды и десятки десятки племен я почитал в википедии других справочниках и там их реально очень много многие из них совершенно для меня не знакомы с непроизносимыми названиями вот они все смешивались конечно же говорите какой-то этнической чистоте или принадлежности вообще невозможно потому что это действительно вот просто союз племен и сборная солянка как и мы русские например да меня всегда радует когда кто-то из русских это я чистокровный русский или я чистокровный украинец ребят это невозможно то есть здесь жили египтяне жили греки и жили римляне и жили вообще все подряд и все со всеми смешивались то есть здесь только можно определить национальность по самооценке вот человек считает что он турок значит он турок но если чуть поглубже копнуть окажется что он грек курт таджик туркмен и кто-то вот такой то есть вот так собственно как бы турецкое население появилось результате смешения так вот деревне где я был там преимущественно люди живут которые считают себя греками они православные и меня что удивило я и по мусульманским деревням ездил до что мне удивило во первых огромное количество ну наверное процентов 70 людей имеют внешность ту которую мы называем славянской то есть них светлая кожа русы и рыжие волосы голубые синие серые глаза и они совсем не похожи на тех людей которые нам подносят кофе на курортах или затягивают нас насильно в кафешке в какие-то а вот это первое второе люди совершенно другого воспитания категорически то есть не пристают не лезут ничего не предлагают очень улыбчивые очень добрые всегда хотят помочь я бы в деревнях где по их версии но там как на всю деревню я с трудом находил одного человека который знал английский с ним общался или максимум двоих так вот многие говорили что я вообще первый иностранец который забрел в их какие-то деревушки и один даже мне сказал что он когда меня увидел узнал что я не турок он был в полном шоке вообще совсем а вот и что он в состоянии шока всю неделю находился пока приходил кушать его кафе парень образованный получал образование в англии жил в лондоне какое-то время хорошо по-английски поэтому мы с ним много побеседовали так вот я поселился в гостинице homestay на берегу моря в деревеньке тирилия например в том числе я был это курорт в котором отдыхают преимущественно сами турки ну столичные в основном дались какие-то крупных городов поэтому там не официанты не повара не продавцы в магазинах на рынках никто по-английски просто ни слова вообще не говорит но все очень очень хорошо ко мне относились и все старались помочь изо всех сил все угощали фруктами булочками шоколадками таксист который за мной приезжал каждый день возил меня в кафешку где я сидел работал на берегу моря она дальше на видео будет он мне каждый день дарил или шоколадку или кекс или апельсин из своего сада или гранаты именно просто дарил то есть он не просил чаевых он не ждал какой-то отдачи просто вот он хотел проявить гостеприимство потом вечером я сидел когда уже в гостинице там бабули в платочках прям как наши настоящие деревенские бабули сидят значит сплетничают и соседские бабули мне приносили свою домашнюю выпечку меня угощали выпечкой долго-долго мне что-то рассказывали на турецком я даже понял что ну жестами общались до что одна бабуля была спортсменка участвовал соревнованиях по плаванию у нее даже есть какие-то медали она мне приносила показывала семейные альбомы своих детей внуков и все остальное то есть люди прямо отличные очень душевные добрые вот эти вот легенда про то что все турки такие мне даже сегодня кто-то написал в комментариях что турки вообще все поголовно аферисты там аферист на аферист и аферистом погоняет но на самом деле нет то есть много хороших людей душевных я прям захотел поехать на пару месяцев пожить в деревеньках и по поездить поглазеть на римские развалины то здесь и коллизии остались и ипподромы и чего только нет все очень красиво интересные и народ довольно душевный там значит я общался с этим парнем в кафе он когда за мной приезжал таксист он не вызывал такси потому что я сам не могу вызвать потому что никто не говорит на английском значит он вызывал мне такси и просил таксиста чтобы таксист поговорил в моей гостинице и объяснил что для моей работы интернет слишком медленный и типа чтоб они наладили интернет так сейчас тут пойду пройду проверку надо маску одеть и дальше буду рассказывать вот продолжаем потом официант из кафешки где работал каждый день да он загуглил на телефон гостиницы и звонил в гостиницу спрашивал а подключили ему интернет удобно ли ему работать доволен ли он сколько дней он еще хочет побыть во сколько ему завтра заказать такси это все естественно бесплатно то есть он не рассчитывал на какие-то гигантские чаевые но просто души потом еще момент я например считал что в турции все поголовно прям сильно верующие мусульмане и вот они прям фанатичные такие да и так сейчас приверемся тут у девушек фотосессия чтоб не мешать им так вот я думал что они все прям такие ярые исламисты оказалось что здесь довольно много православных еще с греческих времен да оказалось что здесь есть иудеи в небольшом количестве а вот и оказалось что здесь есть такая странная вещь для арабской страны мусульманской как атеисты и атеистов немало например даже вчера в кафе здесь в стамбуле понятно что уже почти все говорят по-английски до обслуживающий персонал разговорились и оказалось что в кафе все сотрудники там 5 из 5 все атеисты более того они видимо для ну такой своеобразный юмор мне очень зашло у них там куча котиков они котиков назвали мусульманскими именами там мехмет мехмет это как раз тот самый султан или король который завоевал константинополь до вырезал тут все население других котиков зовут там ибрагим хабиб и еще по-разному значит есть даже котики которых назвали именами мусульманских святых ну то есть такой своеобразный степ атеистические да вот то есть такие люди здесь тоже присутствуют не все они вот такие фанатики и очень многие женщины одеваются открыто одеваются носят одежду с вырезами короткие юбки и как бы совершенно по-современному выглядят вы много спрашивали в комментариях поеду я на добычу поеду ли я смотрите какой внутренний дворик уютный какой-то кафе ресторан на добычу султанита и здесь что добывают халцедон это полудрагоценные камни малоизвестные но да я собираюсь поехать обязательно но не в этот раз я вообще зачем сюда поехал я поехал просто я был в питере долго мы записывали видео и у гоблина до целую серию видосов написали они будут потихонечку выходить вот я устал от серости поехал просто посидеть поработать ну изгонять что-нибудь так глянуть одним глазком теперь планирую уже на пару месяцев заехать сюда поездить именно по римским развалинам и обязательно заехать на добычу каких-то драгоценных камней то есть это все будет обязательно поэтому следите за каналом вот так принципе я мы заложил свой опыт до общения с местными жителями это что они не все такие наверное это все что я хотел сказать то есть можно ехать в турцию не все турки такие вот как нам рисует пропаганда или как рассказывают туристы которые тут побывали стамбул очень очень уютный уютные улочки кстати современная застройка выглядит ужасно но это проблема всех азиатских городов вот похоже на такое скопище грязных скворечников современный стамбул да мне не понравилось но это опять же мое мнение может быть я не там где-то был но прям вообще не алё совсем а если вы были в банкоке или в колумпуре в современных частях то вот там тоже такая хаотичная застройка вот в принципе стамбул он ничем не отличается совершенно он примерно такой же такой старинный поселочек настоящая турция тут нет туристов совсем никто не говорит по-английски ни слова вообще ни одного некоторые говорят на немецком почему-то а но турки часто много работают ведь германии живут вот они там пожили-пожили вернулись родную деревню и по-немецки спреха я тут все свои знания немецкого собрал полностью кое-что получается понимать коренное население в принципе как и все турки они на самом деле не турки да здесь например живут греки все этнические говорят и сесть на турецком но они все православные тут несколько старинных церквей православных есть даже церковь которая якобы 2 православная церковь в мире которая была построена не знаю правда ли нет посмотрим вообще турки как и русские это собирательное название то есть такой национальности нету да это некий группа народности которая с территории современного алтая вышла например у них с якутами практически одинаковый язык вышла и потихонечку партиями частями переселились на данную территорию ее захватили завоевали смешались тут еще примерно с двадцатью народностями но в данном поселении преобладает греческое население этнические греки и тут кого совсем не цепляются местные жители к иностранцам потому что тут иностранцев нет иностранец я один я не встречал за несколько дней ни одного тут иностранца поэтому они просто делают вид что или вообще мне не замечают или смотрят со стороны но не подходят и ни о чем не говорят потому что по-английски говорить не умеет вот такой прикольный старинный домик он является визитной карточкой телерии он в принципе разваливается уже но его все равно продают насколько я понимаю наверное это объявление продажи здесь по вечерам все сидят в кафешках все кафешки заняты утром тоже вон все завтракают в кафешке это говорит о чем что население в принципе не бедствует если люди могут себе позволить завтракать и ужинать в кафе у них все хорошо живут они сельским хозяйством и рыболовством то есть половина примерно деревни рыбаки население 2000 человек половина занимаются оливками инжиром фруктами виноградом алкоголь здесь не продают несмотря на то что они христиане алкоголя нет все равно вот сейчас мимо прошел сделали вид что у меня не существует в стамбуле обязательно мы пристали или в какой-нибудь анталии местная православная церковь она в принципе совершенно по римскому стилю по византийскому построена прям по всем канонам но скорее всего это реконструкция ну то есть на основании старой сделали реконструкцию получилась такая посвежее район называется неприлично мудания вот собственно весь поселочек полностью тут описаны всякие старинные домики которые можно найти и сфотографировать покажу вам мой новый офис недалеко от стамбула ну как надо пропыть на лодочке это вот босфор у нас есть такой городок бурса и есть городок телерия тут все христиане поэтому по утрам не поют в мечетях и не будет раньше времени кроме меня здесь есть еще вот два человека это все больше никого нет очень теплое море температура воздуха 28 градусов черный песочек с мелкой галькой приятное местечко вот мой офис здесь я работаю последние несколько дней в следующий день